Мы все меняемся с возрастом, меняемся как внешне, так и внутренне. Но если нас не очень беспокоят внутренние изменения, когда у нас появляется опыт, копится знание, появляется умение управлять собой и своими эмоциями, то изменение внешнее зачастую нас не радует, и большинство пытается с этим бороться. А может проще не бороться с собой, а принять изменения как должное, просто постараться найти способ, меняясь, становиться не менее привлекательными и женственными. Это возможно, если использовать накопленный опыт, умение одеваться и создавать свой образ. Именно об этом сегодня и пойдет речь. Создание базового гардероба для женщины после 45 задача достаточно важная. Она состоит не в том, чтобы забить шкаф вещами, купленными по случаю, а подобрать небольшое количество вещей, из которых вы с легкостью можете создавать большое количество образов на разные случаи жизни. Главное, научиться это правильно составить, в зависимости какой комплект одежды вы хотите создать. Офисный, нарядный или уличный. Если вам нравятся наши обзоры, не забудьте поделиться с друзьями. Возможно, им тоже будет интересно. Благодарю за просмотры, лайки, комментарии и подписку. Именно классика позволяет нам подчеркнуть, что мы достигли возраста элегантности, мудрости, самодостаточности. Классика в одежде вовсе не предполагает старомодности, пуританства и асексуальности. Задача классики – создать цельный, женственный, слегка консервативный образ. На решение этой задачи и направлены выбор цвета и покроя одежды, подвор соответствующих аксессуаров. Классический покрой включает в себя элемент скульптурности, что делает наряд уместным в любой ситуации, а созданный образ – элегантным. В любом возрасте, выбирая одежду, надо учитывать тип своей фигуры. А если возраст 45 с плюсом, то это обстоятельство надо учитывать вдвойне. Конечно же, к этому возрасту уже выработался свой стиль. Конечно же, фигура была в нем учтена, но никогда не бывает лишним еще раз критически глянуть на себя в зеркало и решить, что стоит подчеркнуть, а что замаскировать. Даже если вы обладательница идеальной фигуры, не стоит увлекаться обтягивающими нарядами. Это не придаст элегантности образу, но может скомпрометировать ваш вкус. А вот подчеркивание линии талии пояса прибавит вашему образу женственности и сексуальности. Дамам с пышными формами противопоказаны как облегающие варианты одежды, так и бесформенные балахоны. Стоит также отказаться от объемных деталей и пышных рукавов. Хороши варианты однотонной одежды из мягких тканей. Стилисты утверждают, на тон светлее, на 10 лет моложе. И с ними сложно спорить. Белый, серый, постельные оттенки, бежевые, молочные, слоновые кости, пыльно-розовые и другие теплые сливочные цвета освежают, тогда как яркие оттенки могут выглядеть назойливо. В выборе принтов желательно проявлять осторожность, отдавая предпочтение некрупному рисунку. Обязательно нужно помнить, что стиль – дело личного вкуса. И вам позволено ровно столько свободы, сколько вы хотите. Смело создавайте свои образы, оставаясь при этом изысканной, стильной, элегантной женщиной в любом возрасте. Субтитры создавал DimaTorzok